Товарищ старший прапочек, а что у нас будет после 19.30? После 19.30 у нас будет 19.31, ясно? Сериал Солдата появился на телеэкранах в августе 2004 года. Проект был в эфире 10 лет и окончательно закрылся в 2013 году. За этот период в свет увидели 18 сезонов и более чем 600 серий. Долгоиграющий комендантный сериал про жизнь обычных военных быстро полюбился российским зрителям, хотя и критиковали его тоже с большим усердием, особенно те, кто служил в армии. Сериал действительно не очень похож на реальность, но объясняется это тем, что первый сценарий описался в жареной фантастика. По начальному плану в центре сюжета должен был находиться молодой призывник, в разум которого проник пришелец. В дальнейшем от этой концепции отказались, решив, что история взаимодействия обычных солдат будет интереснее. Спустя годы можно сказать, что смена ориентиров была правильной, ведь похожие сериалы с фантастической подоплекой провалились после нескольких сезонов. С момента окончания сериала прошло уже больше чем 8 лет, а с момента первого сезона все 17. Всегда интересно узнать, что же стало с любимыми актерами солдатов, об этом мы сегодня и поговорим. А вы смотрели сериал? Жмите палец вверх, посмотрим сколько вообще о нем помнят. Список актеров сериала, как вы понимаете, весьма велик, поэтому начну я с тех, кто был у самого истока сериала, а в следующих частях, если вам, конечно, понравится это, поговорим о тех, кого не будет в этом выпуске. Борис Чербаков сыграл в сериале «Полковник», а затем генерал-майору Павла Бородина. К началу съемок в сериале он уже был популярным актером. Количество ролей в кино на тот момент превалило за сотню, а самому актеру исполнилось 55 лет. Но несмотря на это, роль Бородина стала знаковой в карьере актера, подарив ему новых поклонников и дополнительные возможности. После окончания проекта Борис продолжил сниматься в сериалах разного уровня. Самыми популярными из них оказались высший пилотаж, Жуков, турецкий транзит. Стоит отметить, что персонаж Чербакова вышел очень живым и моментально влюбился зрителям. В дальнейшем иные проекты старались частенько эксплуатировать этот популярный образ. Но с другими актерами он выходил совсем не таким. Сам артист впоследствии очень часто появлялся в военных образах. В личной жизни Бориса все так же стабильно и хорошо. Он уже много лет женат на актрисе Татьяне Бронзовой. У Татьяны и Бориса есть Син Василий, которому в этом году исполняется 43 года. Сам же актер родни на 8-й десяток и продолжает сниматься в кино. А тут у нас один из долгожителей сериала, отрубивший все 17 сезонов от корки до корки. Думаю, Соколова вы все узнали. Именно эта роль и принесла молодому на тот момент актеру Ивана Маховикова всю популярность, которая есть у него на текущий момент. 25-летний актер органично вписался в сериал и пробыл днем до самого конца. Правда, этим он напрочь приклеил к себе роль Соколова и звать его в другие работы режиссеры не спешили. Так, после закрытия сериала, он принял всего в 10 киноработах за 8 с лишним лет. На текущий момент актеру 42 года, и он продолжает сниматься, параллельно воспитывая сына Макара с женой Ольгой Глушко, которая также является актрисой. Следующего актера вспомнят те, кто смотрел сериал с первого сезона. Он сыграл сержанта Ролеева, который должен был демобилизоваться в 2004 году по сюжету сериала, что он, собственно говоря, и сделал. Сыграл сержанта Павел Косинский, которому на тот момент исполнилось 28 лет, и для него эта роль была далеко не первой. Свою первую роль актер исполнил, будучи мальчишкой, в классном фильме «Мой муж инопланетянин», снятом в 1990 году. Сейчас актеру 44 года, и за его плечами множество эпизодических ролей в знаковых сериалах. Актер женат и растит двух сыновей. Кстати, кто не знает, Павел является сыном Романа Карцева, известного эстрадного артиста. Помните этого актера? А какие герои из сериала «Сталаты» вам запомнят больше всего? Напишите в комментариях. Еще один «Солдат-срочник», который засветился в первом и нескольких последующих сезонах, «Сержант Исеев». Его сыграл Виталий Абдулов, которому на тот момент исполнилось 34 года. Актер до этого сыграл десятки фильмов, но толком нигде не до сериала и не запомнился. А вот после съемок в «Солдатах» актеру пришла первая слава, которая послужила ему отличным трамплином в карьере. Дальше было много ролей в хороших сериалах и не очень, но до главных так и не дошло. Виталий на текущий момент 51 год, так что думаю он еще успеет в конец и в главной роли. Актер холост, но имеет дочь от девушки, которая не была ему женой. Еще один герой из «Фиска дембелей» первого сезона – «Сержант Фомин», которого сыграл 33-летний актер Юрий Сафаров. Один из немногих, кстати, кто пришел службу в реальной армии, причем не где-нибудь, а в морской пехоте. Как и для многих его коллег, роль в «Солдатах» для Юрия стала одной из знаков, после которой актеры пригласили на исполнение пазотических ролей во многих сериалах и фильмах. В последнее время 49-летний актер редко появляется на экранах, проводя больше времени с семьей, воспитывая сына. Герой, которого помнят только лды, так сказать, потому что видовой ходоков появился только в первых двух сезонах сериала. Однако известен актер Дмитрий Ермилов совсем не по «Солдатам», а по роли Леши Каликина из сериала «Простые истины». Кстати, если хотите обзорчик жизни актеров данного сериала, дайте знать. После съемок в «Солдатах» 24-летний актер попал на карандаш ко многим режиссерам и в 2005 году в итоге сыграл главную роль в фильме «Контакт». Фильм, конечно, то еще одно, но актер в этом сильно не виноват. Дальше были известны многим студенты сериал «Клуб» и многие другие фильмы и сериалы. Но в 2013 году актер разочаровался в актерской деятельности и оставил ее, сосредоточив свое внимание на других аспектах жизни, и возглавил в «Русский дом авиации», став его генеральным директором. И по текущее время его и возглавляют. На данный момент Дмитрию 41 год, и его личной жизни ничего не известно. На этом на сегодня все. Если вам интересно будет послушать про судьбу других актеров из первых сезонов сериала, то пишите об этом в комментариях. Ну и не забывайте ставить палец вверх, нажимать этот черт в колокольчик и подписываться. Всех вам благ и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова